Привет, ценители футбола! Выдали выдающийся матч в Мадриде, и несмотря на то, что там было забито относительно немного мячей, всего лишь два, футбол зрители и болельщики увидели действительно интересный, атакующий и яркий, причем как в исполнении Мадридского Реала, так и в исполнении Тоттенкома. Обе команды подходят в довольно-таки грустном, если можно так сказать, настроении к отчетному поединку, но если Тоттенком проиграл Манчестер Юнайтед на выезде 0-1, причем проиграл, как мне кажется, не совсем заслуженно, то Реал сенсационно впервые в истории проиграл Жероник. Как такое могло случиться, я, честно говоря, не знаю. Безусловно, и те, и другие будут хотеть навязать свою игру, будут хотеть набрать 3 очка, но помню, что сейчас у Реала и у Тоттенкома по 7 очков. Как завершится этот матч, я не знаю. Честно, не знаю, эта игра действительно на 3 исхода. Я не удивлюсь ни победе Тоттенкома, ни победе Реала, ни ничьей в этом поединке. Но мне кажется, что матч не будет очень открытым. Да, две команды атакующие, да, в предыдущем туре у обеих команд было сумасшедшее количество моментов, где мяч должен был лететь и залетать в ворота. Но я попробую рискнуть. Я попробую предположить, что в этом матче будет забито менее 2,5 мячей. Это не самая популярная ставка у тупмейкеров, отсюда и коэффициент 2,76. Мне кажется, что для Тоттенкома будет важнее всего сыграть от обороны. Реал умеет играть, Реал умеет забивать, умеет забивать много, Тоттенком тоже умеет забивать много. Но мне кажется, что есть у меня чувика, что не будет здесь много голов. Все-таки ничья это тот результат, который в той или иной степени устроит каждую из двух команд, а вот поражение не устроит никого. И если вы согласны с моей ставкой и хотите тоже рискнуть, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. В комментариях пишите свои варианты ставок на матч Тоттенком Реал. И, конечно же, добавляйтесь ко мне в друзья ВКонтакте и вступайте в мою группу ВКонтакте. Все ссылочки вы найдете в описании у этого ролика.